Вы знаете, я считаю, что проблема возрождения и обновления, скажем так, модернизации профессионально-технического образования в России стоит остро. За счет просто переквалификации части возраста она решена быть не может, но в то же время определенные направления здесь уже видны. Первое. Во-первых, действительно сейчас идет эксперимент по так называемому прикладному бакалавриату и академическому бакалавриату. Это сводится к тому, что все-таки и высшие учебные заведения, и сегодня средние техникумы, так скажем, средние специальные учебные заведения, они могут реализовать программы прикладного бакалавриата, который все-таки считается высшим образованием, и это сегодня важно даже и для квалифицированных рабочих. Смысл в прикладном бакалавриате, что там гораздо выше доля практики, прикладных дисциплин и более высокие требования к оснащению и участию мастеров, собственно, производственного обучения в этом процессе. Мне кажется, что сегодня современное профессионально-техническое образование в России востребовано. К сожалению, мы здесь сегодня отстаем и по части устаревших программ, и по тому уровню оснащенности, которое имеем, и тем странам, которые сегодня динамично развиваются. Я имею в виду прежде всего, скажем так, как называют, Тихоагианских тигров, даже Китай, Корея, имеют сегодня очень современные профессионально-технические учебные заведения, обеспечивающие потребности реальной экономики. Мне кажется, что, наверное, с точки зрения кадрового обеспечения, здесь высшая школа могла бы внести определенный вклад, еще раз говорю, реализуя программу прикладного бакалавриата. Но вместе с тем, сегодня задача государства состоит в том, чтобы обеспечить взаимодействие, тесное взаимодействие с работодателями, с оснащением современным оборудованием этих учебных заведений и с тем, чтобы обеспечить реальную практику ребятам и их готовность работать в современных секторах экономики. За счет, знаете как, сокращения, скажем так, некачественных вузов и понижения их статуса до колледжей, эту задачу не решишь принципиально. Не надо делать из вузов, которые не обеспечивают качественное образование, колледжей, потому что они не смогут реализовать программы современного уровня, и они сегодня, к сожалению, не отвечают тем требованиям, я считаю даже отчасти более высоким, которые предъявляются к современному профессионально-техническому образованию. Но вы знаете, что я считаю, что права студентов, конечно, обязательно должны быть соблюдены. Я не думаю, что здесь может возникнуть очень большие и серьезные проблемы с этим. Скажем, у нас же уже все-таки есть определенный опыт. Было образовано несколько федеральных университетов в результате объединений и слияния вузов, и все-таки там удалось соблюсти, так сказать, права учащихся, преемственность программ и так далее. Даже опираясь на опыт высшей школы экономики, тоже произошло объединение с нескольким учебным взаимодействием, но прежде всего с Московским институтом электроники и математики. И, в общем-то, этот процесс, конечно, непростой, он идет, но студенты, мне кажется, ничуть не пострадали. Более того, проходной, скажем, балл ЕГЭ, он существенно, почти на 20 баллов повысился, после того, как это стали программы, объединенные с высшей школой экономики университета. То есть доверие к тому, что такое объединение будет нацелено на то, чтобы повышать качество образования. Видите, в общем, действительно, общество поверило в это. Я думаю, что то, что касается стоимости обучения, то я не думаю, чтобы она, так сказать, повысилась. Я надеюсь, что это вопрос, конечно, договоров, которые заключены со студентами, но я думаю, что это обязательно надо учесть, и было бы правильно и со стороны учредителя, то есть министерства, и со стороны, скажем, и союза ректоров, и студенческого союза предложить меру, которая бы на вот этот период реорганизации, несомненно, ввела бы мораторий на повышение стоимости обучения, и чтобы сохранить те цены, по которым, скажем, ребята учатся. Хотя я считаю сегодня, что количества бюджетных мест достаточно для того, чтобы ребята могли учиться и на бюджетных местах.